Всем привет, с вами Саша Гендаль и Егоша Грибс, проект Первая Варка пивоварни Биар Брю. Сегодня мы хотим рассказать вам небольшую историю. Чуть менее года назад на презентации трех софтов от пивоварни Варяг мы познакомились с ребятами, которые угостили нас пшеничным пивом. И потом, как наши пути-дорожки разошлись, мы потерялись, контакт друг друга не оставили. Но не так давно на нас вышла пивоварния «Хай Хопс». Правильно я говорю? «Хай Хопс». Как ты что сказал? «Хай Хопс». «Хай Хопс». Песня. Это песня. Хочешь рассказать про песню? Песню «Пинг Флойд». Песня называется «Хай Хоупс». Ну ладно, здесь Хопс, не суть. Которые предложили нам попробовать свой портер. Мы, конечно, согласились, когда мы отказывались продегустировать что-либо. И странным или не странным образом пивоварния «Хай Хопс» как раз-таки основаны теми ребятами, которые нас, будучи домашними пивоварами, угощали своей пшеницей. Поэтому это очень приятное такое возвращение, возобновление знакомства. Но сейчас мы попробуем познакомиться с их творчеством. В частности, с портом. Вот такая вот этикетка. Давай, Саша, расскажи, что там у нас есть. Флаг нарисован, красивый, кстати. Британский, да. Такая потертость, олдскул. Шнеби-стиль пива «Робуст Портер». Мне нравится. Ребята свою пивоварню называют воображаемой пивоварней «Хай Хопс». Не знаю, с чем это связано, но это их дело, не суть. Что об этом пиве написано? Стиль пива «Робуст Портер». Что такое «Робуст»? Сорт кофе. То есть кофейное, да? Написано «Какао». Какао? Ну, давай, почитаем. Это «Портер» слишком старомоден, чтобы легкомысленно пахнуть ванилью. При варке мы не добавляли туда какао-бобов. А, не добавляли. Из Гватемалы. В нем полностью отсутствует кровь единорога. Это приятно. Что без крови. И эссенция преисподней. Это уже неприятно. Хотелось бы сделать эссенцию преисподней. Так, однако, это классический «Портер» прекрасно подойдет и для веселого кучежа с друзьями, и для сидения с сигарой возле потухшего камина. Возле потухшего сидеть неинтересно, мне кажется. Мне кажется, должно сейчас произойти какое-то волшебство. И вот невесте откуда появились сигары. Из-под стола. Кстати, на него, видишь, написано «Робуст Портер», а это называется «Робуст Портер» от Койба. Ребята нам дали две бутылочки. Мы сейчас в кадре курить не будем сигары. Оставим вторую бутылочку и обязательно попробуем ее как-нибудь сколабарировать под сигарки. Пахнет пивом. Пахнет «Портером». А «Портер» — это пиво. Это вкуса для аромата. Знаешь, насколько я вижу, осадков в пиве нет. А как ты его увидишь? Он же черный. Ну, обычно он отстаивается как-то, ну, не знаю. Очень темная. Коричневая чуть-чуть на просвет, но еле-еле заметная. Пенка плотная. Ну, плотная я не знаю. Мелкодисперсная, у тебя ее практически нет. У меня шоколадный цвет, у шоколадного цвета. Пахнет вкусно. Да, хороший запах. Пахнет «Портером», прям таким вкусным «Портером». Не кислотой, ничем. Посторонних овощей ароматов нет. Очень вкусно «Портером». Так что, ребят, зачет уже. Запах достойный. Вообще красота. Нет, правда, хорошо. Прям очень вкусный. Мягкий такой. Не сказать, что прям сильно сухой. Во вкусе. Ммм. Послевкусие прекрасно возвращается. Потом что-то такое сжжено, кофейное. Знаешь, вот ты сейчас так нахваливаешь, и может сложиться впечатление, что мы как-то договорились, что давайте сейчас похвалим «Портером». Нет, это объективно. Мы бы не стали реально намазывать. Если пиво мне нравится, я говорю, пиво мне нравится. Пиво хорошее, чтобы тут никаких намазов не видел. Очень честно написано, что без танцев с бубнами. Прям вот «Портер-портер», как он есть. Очень отлично. Без фантазии каких-то бочек, чего-то мы еще здесь вот такого накрутили. Нет, прям вот хороший напиток. Вот если бы какая-либо пивоварня в масс-сегменте варила бы такой «Портер», то я бы переосмыслил свое понимание этого напитка. Потому что я бы заходил в магазин и думал, а вот взять ли мне сейчас какое-то пиво, которое мне нравится, ну, честно, в стиле. Или, может быть, «Портер» сегодня взять. Потому что я «Портер», например, ну, редко пьеру. У него и газация самая-то. Ни много, ни мало. Прям на вкус она не влияет. То есть ее достаточно, без всякого-то избытка. То есть она и пьется не как вода, и с другой стороны не мешает насладиться. А есть чем насладиться. Он простой. Он простой, но, тем не менее, все простые вещи, сделанные качественно, он очень клевый. Мне нравится. Он пахнет. Ничем посторонним он не пахнет. Ни водопроводка он не пахнет, он не пахнет. Кстати, вода хорошая, мне кажется. Да, нету какой-то кислости в запахе, нету спирта, запахи вообще нету. Ребят, не знаю, то ли из-за того, что мы пшеницу тогда пробовали, которую вы варили дома, а это уже свалено, я так понимаю, все-таки на профессиональном оборудовании, не в домашних условиях, но это просто реально на голову выше. Хотя тоже пшеницу сравнивать с портером, это вообще как бы последнее дело, но просто качество. Нет, все клево, очень вкусно. Вкусно, очень вкусно. Да. Сказать нечего больше. Может, там по ноткам, по послевкусию что-то расскажешь. Не скажу, что это шоколад какой-то или еще что-то. Нет, салада, жженые салада, все как надо. Спирт охмеления не мощное, но оно присутствует прямо вот сколько надо. Я даже не в догадке, что там за хмели могут быть, но это вещь принципиальная. То есть, плохой хмель может просто испортить такой напиток, поэтому я думаю, что там что-то... Ну, небольшая остатность в послевкусии возвращается тоже очень к месту, но тем не менее, напиток достаточно сухой. И прогревает пищевод. Очень-очень криво. Вторую бутылку с удовольствием сейчас выпьем. Сейчас? С сигарками. С сигарками, да. Ну, мы вам это не покажем. С вами были Саша Геннер, Гуша Гриппс, проект Первая Варка пивоварни Биар Брю. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, пробуйте пиво от пивоварни Хайхопс. Подписывайтесь на наш канал, ВКонтакт, Инстаграм. Фейсбук. Пейте. Пейте вкусный имбир. А ты знаешь, дай кисло? Нет. Скажи хоть разочек, давай. Нет, 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 даже язык не поворачивается. Пейте вкусно и в меру. Пока. Пока.